О, Брайан, я возле маяка, у того, что рядом с Кэмп Роук. Намад, то есть Сент-Джон, понял? Зачем я здесь? Сейчас туда прибудет вертолет. Будь готов. Отбой. Эм, ну ладно, жду. Сент-Джон, они должны быть на месте. Ты их видишь? Да, их трудно не заметить. Что от меня требуется? Поберись к специалисту. Тебе нужно держаться рядом, иначе я не смогу перехватить данные. Ладно, я понял. Зачистите этот сектор. И на этот раз надо будет закрепить маячок и вертушку. На вертолет. Так, надо прикрепить к вертолету маячок. Давайте, поймите отсюда. Не попадаться на глаза. И что же вы, ребята, здесь забыли? Решили сделать остановку, типа подсоправиться на всякий случай. Там же написано, бензин кончается. Но нет, видимо, для вас это совсем не проблема. Вот так. У Брайан я поставил маячок. А вот и он. Заметка номер 2-0-6-0. Мы завершили осмотр 24 гнездовий. В том числе в Мариан Форкс, на кладбище Пайонир, на лесозаготовительной базе у шоссе Каскейт, на стоянке грузовиков на Аутбелл-Наппроуд. Как она называлась? А, Крэйзи Уиллис. Ну да. Там типа заманиловка была для туристов. Показуха картонная. В общем, Крэйзи Уиллис. Кьюго Аутбелл-Наппроуд. У меня вопрос, дом. Да, задавай, я же ничем не занята. Гнезда. Зачем они их строят? Мы не знаем. Почему они строят их именно в зданиях, постройках, хижинах и всем таком? У нас есть теория, что... Мы никогда не находим их там, где бы их построили дикие звери. На деревьях или в лесу. Только в домах. Ты закончил? Извините. У ребят из лаборатории есть теория. И когда они будут готовы ее обсудить, они сразу прибегут к тебе назад. Да я просто спросил. Я тоже всяким отмечаю. Я вообще-то не всю жизнь был солдатом. Я могу. Приятно. Заметка номер 2-0-6-0. Мы завершили осмотр 24 гнездовий. В том числе в Мариан Форкс, на кладбище Пайонир, на лесозаготовительной базе у шоссе Каскейт, на стоянке грузовиков на Аутбеллнапроуд. Как она называлась? А, Крэйзи Уиллис. Ну да. Там типа заманиловка была для туристов. Показуха картонная. В общем, Крэйзи Уиллис. Кьюготбеллнапкрейдер. У меня вопрос, дом. Да, задавай, я же ничем не занята. Гнезда. Зачем они их строят? Мы не знаем. Почему они строят их именно в зданиях, постройках, хижинах и всем таком? У нас есть теория, что... Мы никогда не находим их там, где бы их построили дикие звери. На деревьях или в лесу. Только в домах. Ты закончил? Извините. У ребят из лаборатории есть теория. И когда они будут готовы ее обсудить, они сразу прибегут к тебе в казар. Да я просто спросил. Я тоже всякие подмечаю. Я вообще-то не всю жизнь был солдатом. Я могу продолжить? Да. Кьюготбеллнап... Я не слышал, что там. Некоторые области Беллнапа не были исследованы вследствие того, что рядом с гнездами были людские поселения. В частности, большой лагерь на... на буроте Соломея. А... А, да. Соломея. На празднование же дни рождения Ирода она плясала перед собранием. И он взгляд его обещал дать ей, чего она не попросит. Она сказала, дай мне голову Иона Крестителя. И опечалился царь. Ну и название выбрали. Да уж. Опять же, по некоторым вещам из прежнего мира я не скучаю. Все у нас качалось. Да. А, Библия? А теперь что, цитирует Библию? У нас сегодня далековато за... Хорошо, наверное. Летаешься беспокойно. Еще есть время почитать. Господи, Брайон. Есть. Так, теперь надо отсюда убраться, пока меня не засекли. День рождения Ирода. 4000 окна. Прокосим процентов. О, Брайон. О, Брайон, ты меня слышишь? Я сейчас не могу говорить. На этом канале больше конец связи. О, Брайон. Ты сволочь. Мне надоело быть у тебя на побегушках. Порядок. Так, это у нас весенний призыв. А, Сев. Весенний Сев. Выпомнить работу для лагеря Луст Лейк. Слышишь? Коупленд. Да, да, я здесь. Я так понимаю, у тебя это для меня дело. Ну ладно, я заеду. Конец. Вот так тебе! Чего у меня путь? Дик, ты слышишь? Меня сегодня выпустили из лазарета. Эти сказали, не может больше туркеть мою нытью. Это в ее душе. Как рука? Ну так, 50 на 50. Извини, ботанский. Проискосербез, как будто ты сеньор, я чувствую. Это называется неподломные боли. Умер, но это так сказано. Сейчас ты нахожусь. Так, мне было интересно, залить, кто не сюда и линец. А тут еще дверь открыт. Ладно, так о чем была речь? Да, да, Эти так и сказала. Паршиво это. Я чувствую боль в суставах, как после долгой поездки, когда рука немеет. Хочу размять ладонь и... Ну ладно, я пойду. Меня на огород послали. Надо отработать боль в утолеющие, которые Эти мне дают. До связи. До связи. Дик, это Такер. Ты здесь? Такер? Да, я здесь. Небось, работу мне придумала. Ладно, я заеду. Конец связи. Так, нам пару квестов добавили. Рафинная охота весенний сев и вернуться в лагерь Коупленда. Так, и защита слабых вернуться в лагерь Ход Спрингс. Такер. Ладно, пока здесь утром. Дик, как сможешь. Конец связи. Конец связи. Ладно, посмотрим. Все, не уйдешь. А, черт, вот он. Ну все, Линч, хватит уже. Нет, 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 от меня не уйдешь. Передай реки, и остальные пусть нахрен идут. Понял, Шенчан? Понял, Шенчан? Почему он умер? Садись! О, слава богу. Все, один, бери. Падла! Как же так, Линчман? Тебя что, плохо кормили в лагере? Пошел ты! Думал, просто убьешь пару человек и смоешься с нашим добром? Плевать, что куча людей умрет с голоду. Ты свое взял, и ладно? Отвали от меня, мразька! Эй, послушай меня. Рики пошлет за тобой людей. Ты расскажешь им, где спрятал зерно, и может, они тебя просто пристрелят, а не повесят, к примеру. Как тебе такой расклад? Я вообще без понятия о чем ты! Ну ладно, дело твое. Синий сев. Так, второй уровень доверия. И на охоту. Я его поймал. А вдруг отправлю координаторы. Пришли кого-нибудь, пусть цепят. Семена у него с собой? Нет, нет, я их не вижу. Ладно, мы им займемся. Конец связи. Пока, Линчман. Так, будет проще. Слишком низко. Так, это что у нас? Так, уже четыре задания есть дела. Вернуться в лагерь Hot Springs. Вернуться в лагерь Копленда. Вернуться в лагерь Железного Майка. Скорее всего, вот это. Охотник на мародеров. Так, вернуться в лагерь Железного Майка. Поговорить с реки. Да. Эй, у меня для тебя дело. У тебя дело для меня? Да. К западу от моста у берега лежат дохлые фриканы. Так вот, их надо оттуда выудить и оттащить кострам. Ясно? Дохлые фриканы? Да. Нет, ты извини, я занят. Эй, я поручил тебе дело. Не знаю, что там Майк тебе наговорил, но у нас тут принято работать. Эй, 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 эй. Шиза, работу он уже получил. Так, ты тут вообще ни при чём. Так решил Железный Майк. Я еду в водище, и Дик едет со мной. Ясно? Ну, я ж говорил, я занят. Возвращайся, я буду ждать. Поехали? Куда? Тебе не пофиг. Куда ты меня ведёшь? На север. Рики, у меня реально нет времени ни на Шиза, ни на тебя. Я тебе всё покажу. Майк рассказал про твой план. Какой нахрен план? Ты хочешь замуровать входы в пещеры, чтобы остановить орды. Не факт, что их это остановит. Может, замедлит. Слушай, ты к чему ведёшь-то? Да так. Я просто подумала, может, ты решил остаться. Я имею в виду не из-за бухаря, а потому что хочешь помочь. Ты так подумала? Эй, и я в своё время за припасами гонял. Да, но этим всё и ограничивалось. Даже не спорь. А теперь ты помогаешь Майку замуровать пещеры? Как мне на это реагировать? Какой-то у них асфальт с кривой. У нас погиб человек, когда этот генератор отрубился. А с ним и аппарат искусственного дыхания. Искусственного дыхания? Охренеть. Народ, опомните. Кто не в состоянии сам дышать, тот уже сдох. А был бы это бухарь. Ну да, я так и думала. Короче так, электричества у нас нет почти два года, но трансформаторы целы и линии тоже. По крайней мере здесь. Я хочу поехать на север к электростанции, ну просто посмотреть, в чём там проблема. Ну так и дикшиза, и попроси себе охранника. Да не нужен мне охранник. Ты жил в тех местах, хорошо там ориентируешься. Ты ведь просил меня помочь, так? Теперь помоги мне. Чёрт. Вот и хорошо. Пойду возьму ещё парней в помощи. Нет, без парней. Мы действуем тихо. Нарвёмся на людей Коупленда, я договорюсь. Но в тех краях полным-полно упокоителей, ну и прочей всякой шушеры. Большой отряд привлечёт ненужное внимание. Нет, тихо. Руководить здесь буду я. Чёрт. Ладно, поехали. Слушай, хочу тебя спросить. Той ночью в лазарете... Прострелила бы я тебе башку? Нет. Правда? Судя по твоему взгляду, ты... Вывела бы наружу, а там бы уже стреляла. А, то есть ты просто не хотела бы забрызгать там всё кровью? Ага, именно. Начнём пораньше, успеем вернуться засветло. Если только ничего не случится. Что может случиться? Ну, веди. Следуй по маршруту, который я отметил на карте. Там будут лагеря мародёров. Их лучше объехать. Ага, поняла. А как ты здесь очутилась? Я никогда не спрашивал. Так же, как и все. Когда пошёл замес, я была в сотни миль от дома. Когда я вернулась, там уже никого не было. Откуда ты родом? Я выросла недалеко от Ботклунда. Работала в городе, ночевала у друзей. На выходные домой. Жизнь в мегаполисе. Ну, таком. По меркам Орегона. И как там всё было? В смысле, как ты оттуда выбралась? Не знаю. Повезло, наверное. Все дороги на побережье были забиты. Одна большая парковка. В Лавитвелле была бойня. Всё случилось так быстро. Я сказала друзьям, надо уходить. Но они вряд ли послушали. Туда вроде сбросили атомную бомбу. На Бортленд? Ну, я тоже слышала. Сомневаюсь, что это правда. Мы бы заметили последствия. Да, так вы с Эдди... А ты против? Я? Да нет, я просто не знал. Мы ведь сколько уже знакомы. Видимо, просто не заходил разговор на эту тему. Я была как ты. Мне казалось, не знаю, что лучше держать дистанцию. Так проще выживать. Слушай, я вообще зря спросил. Это не моё дело. Поэтому я и подалась в лагерь. Это шанс снова пожить нормальной жизнью. Ну, желаю удачи. У нас с Эдди ничего серьёзного. А так ты не скажешь. Ну, теперь жизнь движется быстро. Понимаешь, о чём я? Мне всё равно. Хотел сказать кое-что. Валяй. Я признателен тебе за то, что ты за нас поручилась. Ну, с Бухарем. В смысле, перед Майком. Ого! Что-то ты размяк. Иди ты. Спасибо, я тебя ещё не слышала. Ну, может, раньше и не было повода. Ну, ну. Слушай, а куда вы с Майком ездили? А он что, разве тебе и не рассказал? Без него слова не вытянешь. Я Майка давно знаю и никогда не видела его таким, как сказать, подавленным. Так куда вы ездили? В Кэмп Шерман. Там же теперь трик-шоу. Да, но у нас не было выбора. Я предложил ему замуровать входы в пещеры, чтобы орды не могли пройти. Он знал, где горноотводная контора. Мы взяли там карты. Он выяснит, где хранится взрывчатка. У тебя рация сбоит. Мне послышалось, что ты вызвался помочь. Ну, я же поехал с тобой. О, Господи. Ты просто не хотел идти на болото. Ладно, раскусила. Так что случилось? Было ведь что-то. Ничего, ничего не случилось. Он ничего не сказал? Короче, ничего не случилось. И Майк ничего не сказал. Сама говорила. Из него лишний раз слова не вытянешь. Мы подъезжаем. У ворот сбавь скорость. Мы не знаем, кто там живет или что. Ага. Похоже, чисто. А ты ожидал проблем? Я их всегда ожидаю. Если они будут, нам крышка. Ладно, идем. Хочу проверить выходной поток. Куда ты идешь? Сюда. О, нет, нет, нет. Так не должно быть. Воды должно вытекать больше. Отсюда. Да? Да. А еще слышишь? Что? Что? Вот именно. Если бы турбины работали, даже отсюда было бы слышно гудение. Что произошло? Что? А. Да то же, что со всеми мостами. Умные люди в военной форме решили, что если взорвать их, орды не смогут пройти. Орды беженцев или орды фриков? Ну, для таких, как Коупленд. Что те, что другие. Ладно, пойдем. Надо кое-что глянуть. Так, там маленький сидят. Валит нас. Иди, потрогай. Иди. Чего? Ну, что чувствуешь? Ничего. Именно. Если бы вода текла, турбины бы вибрировали. Идем. Нам сюда. Надо подняться на самый верх. Ну, веди. Видишь трубы? Это напорный водовод. Вода из хранилища под напором стекает вниз по этим трубам. А дальше вся мощь потока поступает непосредственно на лопасти турбин. Откуда ты все это знаешь? У меня два старших брата все время возились с машинами вместе с папой. Он устроил меня в Боинг, когда мне было 17. Я училась на заочном, хотела стать инженером-механиком, а потом началось это. Ты их больше не видела? Отца? Братьев? Нет. Так, сейчас разберемся. Ну, будет весело. И что теперь? Так, погоди, а что ты делаешь? Мы не так давно общаемся, но за все это время ты ни разу не вызвался что-то сделать. А кто-то должен прочистить отверстие. И? Это я. А ты можешь постоять и посмотреть. Ну ладно. Короче, погнали. Да, тут все загажено. Но я, наверное, смогу очистить. Ты сбегай вниз к турбине. Посмотри, она хоть вибрирует. По-моему, она просто купаться хотела. А, ничего. Так, стоп. Есть движение. Да, сработало. Съеманку и не сосет. Ты чуешь вибрацию? Да, но электричества все равно нет. Что? Ну вот, а я хотела легко отделаться. Ладно, проверим трансформаторы. А твой отец и братья, что с ними стало? Не знаю. Когда я ехала домой, я много раз им набирала. Все время было занято. Когда я добралась до дома, никого не было. Как и во всем квартале. Везде были листовки, приказ об эвакуации. Я поехала в ближайший лагерь беженцев, но его разгромили. Все погибли. Там повсюду были фрики. Рики, я... Я сочувствую. Ну, это было давно. Вот эти подают ток на линии, идущие на юг. Есть идеи, в чем проблема? Нет, без понятия. Ладно. Ну, может, в распределительных щетках что-то коротнуло. Пошли посмотрим. Ага. Ладно. А чем тебя допек Шиза? Ты ему прям будто в глотку готова вцепиться. Мы тут как-то с Эдди застукали его за окном хижины, когда мы мылись. Что? Он подглядывает? Сказала, еще раз поймаю. Я ему докажу, что у меня ствол больше. Господи. Знаешь, раз там была Эдди, он, скорее всего, пялился не на тебя. Еле удержала. Она хотела его кастрировать. Ух. Не зали женщину, у которой всегда под рукой скальпель. Эй, подсади меня. Ладно. Давай. Вот. Я открыла ворота. Пойдем. Щиток должен быть здесь, рядом. Пойдем.